Врезавшаяся в море скала, поросшая диким лесом, и крошечная рыбацкая деревушка. Вот что представлял собой Гонконг на протяжении тысячелетий. Сегодня это финансовый центр мира, выставка достижений технического прогресса, декорация, как будто специально построенная для съемок какого-то фантастического фильма. Одним словом, город будущего, который был возведен всего за каких-то 50-60 лет. При слове Гонконг на ум сразу же приходят суперсовременные небоскребы, символ экономического чуда. Город действительно вертикальный. Последние десятилетия он растет только в высоту. Общая проблема всех мегаполисов мира, нехватка земли, здесь ощущается особенно остро. Ведь самая населенная часть Гонконга расположена на узком побережье, ограниченном с одной стороны морем, а с другой горами. Наши правительства используют часть водной территории под строительство и планируют делать это и в будущем. Вот, посмотрите, это один из типичных проектов. Он состоит из трех фаз. Первое – это создание искусственной насыпи вдоль побережья. Второе – урбанизация новых территорий. И третье – обязательное их озеленение. Гонконг был построен в рекордно короткие сроки. Совсем недавно здесь стояли бараки. Между элегантными высотками то тут, то там втиснуты ветхие домишки. Нелепое соседство. Развивающееся на ветру белье на веревках и сияющие монументальные сооружения, вонзающиеся в небо. Характерно, что строят небоскребы с учетом науки фэн-шуй. Взаимопроникновение двух цивилизаций – западной и восточной – здесь прослеживается во всем. В этом проявляется уникальность Гонконга. 40, 50, 60 этажей. В Гонконге очень мало места. Мы должны использовать землю с умом. И в связи с этим вы можете видеть, что большинство зданий узкие и высокие. Это отличная инновация, отличный способ использования городского пространства. Одно из зданий в самом сердце города взметнулось ввысь на 88 этажей. Эта высотка входит в первую десятку небоскребов планеты. Кстати, количество этажей не случайно. Восьмерка считается у китайцев счастливым числом, поскольку изображающий его иероглиф читается схоже со словом «процветание». И город действительно процветает. Сегодня это третий финансово-экономический центр мира после Нью-Йорка и Лондона. Но стандартная фраза «город живет деловой жизнью» в Гонконгу применима с большой оговоркой. Это не жизнь, а бешеная гонка. Такого количества банков, бирж, штаб-квартир транснациональных корпораций на единицу площади нет, наверное, ни в одной точке мира. Сегодня не китайская национальная одежда, а строгий деловой костюм определяет облик толпы. Это бросается в глаза каждому, кто оказывается в центре города. На территории в тысячу квадратных километров находится 46 тысяч предприятий. Вся бизнес-элита мира имеет здесь представительство своих компаний. Заходите, пожалуйста. Сейчас будем подниматься наверх. Чтобы подняться на самый последний этаж небоскреба, одного лифта недостаточно. Придется сделать пересадку. В нашем здании один лифт идет только до 40-го этажа, а второй – 40-го до 69-го. Это типичная многоэтажка Гонконга. В таких квартирах живут менеджеры среднего и высшего звена. Живут – это мягко сказано. Они проводят здесь 24 часа в сутки. Чтобы попасть на работу, надо подняться на 50-й этаж. За продуктами спуститься на 3-й. А в выходные можно всей семьей сходить на каток, на 15-й этаж, где расположен отличный стадион. Работа, отдых, развлечение – и все в одном доме. Мечта современного человека, уставшего от пробок, для жителей Гонконга – обычная повседневная реальность, от которой многие стали потихоньку сходить с ума. Согласно последним научным исследованиям, проведенным в Гонконге, высокие здания, небоскребы, шум, нехватка воздуха – очень сильно влияют на психику человека, на его мозг. Это прямая дорога к тому, что люди могут просто впасть в депрессию. Очень много гонконгцев живут в маленьких квартирах в высотках. Большая часть из них запираются в помещении и остаются одни. Жизнь в центре сильно отличается от жизни за городом. Там люди могут общаться с соседями, имеют много пространства. Но если вы живете в небоскребе, вам будет проблематично подружиться с соседями. Это одна из причин того, что у людей, которые живут за городом, совсем другая ментальность. Кроме того, из-за нехватки территории люди ссорятся. Если кто-то на вас орет, и вы находитесь в большом помещении, у вас есть возможность уйти, есть время подумать, расслабиться. Но если вы в помещении закрытом и очень тесном, то вам некуда бежать. И это увеличивает уровень негативной энергии в городе. Чтобы расслабиться и освободить себя от отрицательной энергии, в обеденный перерыв менеджеры среднего звена вместо того, чтобы идти в столовую, выходят на улицу и прямо возле небоскреба занимаются тай-чи. Это грациозный танец и одновременно комплекс физических упражнений древних китайцев. Но быстрый темп жизни города не позволяет расслабляться слишком долго. Нужно продолжать бег. Сами небоскребы соединены между собой мостиками и эскалаторами, похожими на те, что есть в метро. Они связывают целые кварталы делового Гонконга. Можно весь день ходить из небоскреба в небоскреб, из одной части города в другую и при этом ни разу не ступить на землю. Это необычное средство передвижения впору заносить в книгу рекордов Гиннесса. Эскалаторы состоят из отдельных механических подвижных сегментов, которые соединены пешеходными переходами. Утром это чудо техники доставляет людей на работу вечером домой. Типичная картина Гонконга. Люди и машины существуют здесь в разных плоскостях, не мешая друг другу. Кстати, на автомобилях горожане редко выезжают в центр, потому что там катастрофически не хватает парковок. Буквально через 10 минут после того, как вы припарковали машину в неположенном месте, вас найдут. Вначале вы получите штраф. На лобовое стекло прикрепляется бумажка, но потом они вернутся через 2 часа. И если ваша машина еще там, если вы так и не убрали ее, автомобиль эвакуируют. Брошенные вдоль узких тротуаров автомобили могут помешать проезду пожарных машин. Если в высотке случится ЧП, спасатели должны оказаться там как можно раньше, ведь эвакуировать придется очень много народу. Кстати, каждое такое здание должно быть снабжено хорошей противопожарной системой. Мы находимся в одном из самых современных высотных зданий. Оно создано с использованием всех новейших технологий в области пожаротушения. Здесь есть, например, система обнаружения огня, автоматическая система распыления воды и сигнализация, которая оповещает людей внутри здания о том, что нужно его покинуть. Информация сразу же передается на пожарную станцию, и мы ждем помощи спасательных служб. Еще одна система у нас есть, которая при пожаре чувствует дым и делает воздух чище, чтобы люди могли эвакуироваться и при этом не задохнулись. Смотрите на этот пульт. Он показывает состояние пожарной безопасности на всех этажах небоскреба. Когда происходит пожар, лампочка загорается и показывает нужный этаж. В Гонконге расположена одна из самых дорогих улиц мира. Аренда офиса на ней стоит 11,5 тысяч долларов за один квадратный метр в год. Дороже только Пятая авеню в Нью-Йорке. Кажется, что находишься на выставке достижений международного хозяйства. Ювелирные украшения, одежда и обувь, техника, антиквариат, оружие, компьютеры, автомобили. Все это продается дешевле, чем в странах, где было произведено. Потому что Гонконг зона беспошлиной торговли. Кстати, именно благодаря торговле город и появился на свет. Гонконг или Синган, так звучит название города в пекинском произношении, переводится как порт пряностей. С торговли экзотическими колониальными товарами, чаем, шелком и фарфором началась его история в далеком 16 веке. Особенно бойко бизнес пошел развиваться после того, как англичане завезли сюда индийский опиум. Оценив все потенциальные экономические выгоды, в 1897 году Британия заставила Китай сдать импорт в аренду на 100 лет практически даром. За этот период Гонконг стал форпостом западной цивилизацией на краю мира и богатейшим городом планеты. Десять лет назад срок аренды истек, и эта территория вновь вернулась в состав коммунистического Китая. Но старая добрая Англия продолжает напоминать о себе на каждом шагу. Единственный признак того, что в Гонконге наступила новая идеологическая эпоха государственная символика Китая. Повседневная жизнь горожан почти не изменилась. Здесь, как и раньше, есть своя валюта, свои власти и законы, своя полиция. Английский наравне с китайским признан официальным языком. На нем свободно разговаривает треть населения Гонконга. Все указатели и уличные надписи тоже на двух языках. Движение здесь правостороннее. В противовес политике ограничения рождаемости, проводимой в материковом Китае, местные власти призывают горожан повышать рождаемость. Одна семья, трое детей. С таким лозунгом выступает руководство Гонконга. Сегодня показатель рождаемости здесь находится на уровне всего 0,9 ребенка на одну семью. Кстати, боги, дарующие детей, здесь особо почитаемы. Гонконг полон храмов. Но многие при этом утверждают, что основная религия местных жителей – манизм. От английского слова money. Потому что здесь в почете жизненный принцип no money, no honey. Нет денег, нет сладкого. Английское слово money хорошо заучили и те, кто, скорее всего, никогда не видел больших денег. Это настоящие аборигены – китайцы, которые так и не приняли новые правила жизни в Гонконге. Они продолжают вести свой образ жизни, такой же, как и сто лет назад. Это Абердин. Он находится в южной части города. И это совсем другой Гонконг, совершенно не похожий на кипящий жизнью центр мегаполиса. Раньше здесь жили десятки тысяч представителей так называемой расы лодок. Это люди из народности танка. Давным-давно китайский император наказал их за восстание, запретив жить на своей земле. Тогда танка стали селиться на воде. Шесть тысяч человек до сих пор живут здесь на джонках – небольших лодках, которые стоят на якорях в гавани. В основном это местные рыбаки и их семьи. К городским жителям они относятся с подозрением, верят только в золото и хранят его у себя во рту. Еду варят на огне, а одежду стирают прямо в море, совсем недалеко от самых высоких небоскребов, где заключаются многомиллионные сделки. Огромный город, бурлящий рядом, почти не коснулся их традиционного быта, только немного подпортил пейзаж. Гонконг – действительно город множества разных уровней, и в смысле географического расположения, и в смысле уровней жизни. Самый низкий здесь, на воде. Потом идет район небоскребов. Но есть и такие, которые расположились еще выше, на пике Виктория. Это самая высокая точка города. Добраться до нее можно на специальном трамвае «Пиктрэм». Это «Пиктрэм» – очень популярный туристический аттракцион. Но это также и обычный общественный транспорт. Для людей, которые живут на пике Виктория, это удобный способ спуститься вниз, доехать до центра, до работы, школы. А в выходные и праздники многие местные могут использовать трэм, чтобы, наоборот, подняться на вершину города. Они могут перекусить там, сделать какие-то покупки, погулять в округе. А еще утром каждый день многие люди поднимаются на трамвае вверх, чтобы сделать там утреннюю зарядку перед работой. За несколько минут специальный фуникулер доставляет пассажиров на высоту 554 метра. Это экстремальная поездка. Угол наклона рельсового пути достигает 45 градусов. На вершине горы построен современный комплекс с ресторанами и смотровой площадкой, откуда открывается потрясающая панорама Гонконга. Видно, что свободные, незастроенные территории остались здесь только в горах. И это самая дорогая недвижимость в городе. Хотя, конечно, многие мечтают иметь домик у моря с собственным пляжем. Это не так просто купить квартиру у залива. Почти невозможно. Жилых помещений там нет, потому что прибрежная часть занята дорогами, офисными зданиями и отелями. На юге острова, вон там, за горой, квартиры в респектабельном районе идут по цене от 10 до 20 тысяч гонконгских долларов за один квадратный фут. А дома еще дороже – от 15 до 25 тысяч. Помимо населенной части Гонконга, в его состав входит также 234 острова. Их территория не обжита, потому что половина из них считается национальным парком. Недавно в Гонконге на аукционе был продан самый дорогой участок в мире. Земля площадью в 7 тысяч квадратных метров ушла за рекордные 231 миллион долларов. Покупателем стала крупнейшая компания недвижимости, которая планирует построить здесь роскошные виллы. Риэлторы уже сейчас уверены, спрос точно превысит предложение. Те, кто давно освоился в Гонконге, поглядывают на небоскребы свысока. Пик Виктория – самое элитное место в городе. Можно сказать, третий и самый престижный уровень городского пространства. Иметь здесь свой дом может позволить себе только очень богатый человек. Таких в Гонконге много. На работу миллионеры летают на вертолетах. Наша компания была основана в 1978 году. То есть это старейшая вертолетная компания в Гонконге. Мы первые начали обеспечивать перелеты по Гонконгу и также перелеты в Макао. В нашем парке есть пять вертолетов и пять частных самолетов, которые мы тоже сдаем в аренду для личных целей. Но у нас не хватает вертолетных площадок. Например, на Манхэттене их 14, а у нас всего две. Хотя Гонконг нуждается в этих площадках еще больше, чем Нью-Йорк. Но не вертолеты являются визитной карточкой Гонконга. Недавно жителей попросили выбрать 10 главных символов, определяющих лицо города. В ходе опроса, проведенного одной из крупнейших местных радиостанций, выяснилось, что лучше всего дух Гонконга отражают дешевые китайские ресторанчики и разноцветные двухэтажные трамваи. Гонка за самыми современными техническими разработками и приверженность традициям – в этом особенность Гонконга. Двухэтажные трамваи давно стали символом города. В 2004 году икона транспортной системы Гонконга отметила свое столетие. Трамваи ходят вдоль 13-километровой линии. Все маршруты пролегают через центр города. Нумерации на лобовом стекле нет, только табличка с названием конечной станции. Раньше самые популярные места были у лестницы. Здесь можно было ухитриться заглянуть под юбки дамам. Но владельцы компании быстро смекнули, что к чему, и поставили защитные экраны. Раньше мы перевозили 300 тысяч человек в день. Сегодня трамваям, конечно, появилась современная альтернатива. Но спрос на них по-прежнему высок. На трамваях ежедневно ездят 24 тысячи жителей города. Это настоящее наследие Гонконга. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В Гонконге Уникальная система движения Он разделен проливом на две части Собственно, сам остров Гонконг Который и дал название всему городу И полуостров Каолун Что в переводе означает Девять драконов Получается, в центре города Плещется не река, а самое настоящее море Попасть из одной части в другую Можно через тоннели В одном из них всегда большой затор Проезд платный Около трех гонконгских долларов Но рядом точно такой же тоннель Он стоит в два раза дороже И поэтому всегда свободен Так горожане Сами выбирают Стоять им в пробке или нет Попасть на другой берег Можно и на паромах В Гонконге это общественный вид транспорта Впервые паром пересек пролив В 1888 году В 21 веке картина осталась почти неизменной По утрам желающие переехать Из одной части города в другую Ждут своей очереди на длинных узких лавочках 12 паромов совершают более 400 рейсов в день За 120 лет их внешний вид почти не изменился Только теперь они ходят не на угле А на дизельных двигателях А пассажиры спасаются от жары С помощью кондиционеров А не зонтиков Гонконгцы, как и англичане Не спешат отказываться от того Что проверено временем Гонконг Территория с одним из самых высоких уровней плотности населения в мире Но недостаток в свободной земле Здесь испытывают не только живые Ежегодно в Гонконге умирает 36 тысяч человек Из 10 только одного хоронят обычным способом на кладбище Остальных кремируют Но и для маленьких коробочек с прахом В Гонконге не находится места Поэтому здесь строят мавзолеи-небоскребы Обычные гробы Занимают слишком много места Звучит цинично Но для Гонконга очень актуально Кроме того Место на обычном кладбище Стоит тысячу американских долларов А урна в небоскребе В два раза дешевле Неподалеку от высотных мавзолеев Стоят унылые здания Это муниципальное жилье Средний заработок рядового гонконгца Далек от заоблачных зарплат Менеджеров из деловой части города Обычный разнорабочий Получает всего тысячу долларов в месяц Но живет он тоже в небоскребе В Гонконге действует правительственная программа По которой даже финансируемое властями Муниципальное жилье для бедных Должно быть не ниже 40 этажей Причина Все тот же дефицит земли 40 этажные башни По 800 квартир в каждой Есть для одиноких людей Есть для семейных В среднем в каждом таком доме Живет 2500 человек Это современный жилой комплекс С магазинами, такси, остановками автобусов Поездка до центра города Занимает всего 30 минут Здесь все продумано для жителей Рынок, бесплатные зоны отдыха Спортивные площадки Причем за инфраструктуру Жители не платят Квартиры в этих высотках Совсем не похожи на роскошные апартаменты В небоскребах на гонконгском Манхэттене Общая площадь не больше 40 метров Гостиная, две спальни Куда вмещаются только кровати И кухня 4,5 метра Так здесь живет основная масса китайцев Муниципальные квартиры Не бесплатные Те, кто зарабатывает меньше прожиточного минимума Могут получить их в аренду По льготным ценам 100 долларов в месяц За однокомнатную 14-метровую квартиру И 300 долларов за трехкомнатную Зато во дворе Установлены общественные массажеры для ног Азиаты знают В здоровом теле здоровый дух Гонконг – экзотический город Где бок о бок живут китайцы, англичане, индусы, корейцы И десятки других национальностей Всего 7 миллионов человек Гонконгские китайцы уникальны Они образованы и умны Они пользуются всеми благами цивилизации И в то же время верят в драконов, духов И неблагоприятные сочетания цифр Тлеющие китайские ароматные палочки Французские духи Запахи, исходящие из бесчисленных ресторанов Гарь двигателей, моторок Все это создает неповторимую атмосферу города Вечером жизнь в Гонконге Выплескивается из офисов на улице Ночной, сияющий огнями город Особенно красив с моря На подсветку местные власти денег не жалеют Улицы освещают 113 тысяч 940 фонарей На их содержание тратится в среднем 124 миллиона долларов в год Кстати, недавно здесь все-таки задумались Об использовании альтернативных видов энергии Например, солнечной На скалистых холмах, окружающих Гонконг Планируется установить специальные солнечные батареи Которые смогут снабжать осветительные системы города О том, чтобы просто отключить пару тысяч фонарей И так сэкономить бюджетные деньги Речи не идет В городе, где устраивается Самое грандиозное световое шоу в мире Это просто невозможно Один раз в день В 8 часов вечера Небо над крышами небоскребов Разрезают мощные лазерные установки Начинается шоу Симфония огней Которое занесено в Книгу рекордов Гиннесса Оно демонстрируется На стенах 20 гонконгских высоток Которых с каждым днем В самом капиталистическом городе Коммунистического Китая Становится все больше За шоу лучше всего наблюдать Солеи звезд Где можно окунуться в историю Гонконгского кинематографа Все культовые актеры страны Оставили здесь отпечатки своих ладоней На самом почетном месте Статуя Брюса Ли Он изображен в его знаменитой Боевой стойке без оружия Именно такой вариант позы Был выбран голосованием Гонконгских фанатов актера Брюс Ли умер в 1973 году Сегодня ему присвоено почетное звание Звезды столетия Он включен в список 100 самых влиятельных знаменитостей 20 века Актер успел сняться в главных ролях Всего в четырех фильмах Но этого было достаточно Чтобы превратить боевые искусства В одно из самых популярных Культурных движений 20 века И сделать жанр гонконгского боевика Известным во всем мире Гонконг Без всяких преувеличений Можно назвать перекрестком цивилизации Местом, где восток встречается с западом Это город миллионеров Живущих в дорогих небоскребах и виллах Это и город бедных Ютящихся в государственных квартирах И на лодках И те, и другие Находят свое существование Вполне гармоничным Ведь средняя продолжительность жизни В Гонконге Составляет 81 год Редактор субтитров А.Семкин